Чувство собственного достоинства означает также способность, вот эти все вы поняли, да, все эти вещи, а также принятие судьбы приводит человека в норму, да, вот то есть ты униженный, ничего страшного, если ты зависишь от мужа, да, найди другие источники счастья, иди на природу, иди к добрым подружкам, иди к Богу, иди к кому-то, кто тебе подарит отвлечение от этой темы. Постоянно думаешь о муже, он меня унижает, значит ты униженная. Думай о подружках, они тебе дадут силы, думай о природе, она тебе дает силы. Переключись! Переключение в данном случае означает победу над судьбой, потому что чем больше ты думаешь о том, что тебя муж унижает, тем больше ты его теряешь. Чем больше ты хочешь жену как бы воспитать, тем больше ты ее теряешь. Потому что как воспитать жену? Надо ее принять сначала. Чтобы жену воспитать, надо ее принять. Ты принимаешь свою жену, принятие означает первая фаза доброты, то есть принял своего близкого человека таким, какой он есть, означает, что ты теперь будешь с ним добрым. И вторая фаза доброты, дальше ты принял человека, не уходи от него, потому что когда ты уже принял, ты что как бы, я уже и так, и это привык уже к этому, может мне вообще не жить с этим человеком, что от него ждать, я уже все принял. Теперь начни ему служить. Это вторая фаза доброты. Принял человек, а теперь начни, если ты хочешь, чтобы хотя бы один человек из двух был счастлив у вас в семье, ну сделай его счастливым. Судьба потом сделает тебя. Не будь скупцом. Прими сначала, а потом пускай он будет счастлив. И это называется вторая стадия доброты. И запомните доброта, запомните доброта, это как раз и есть та сила, через которую передается знание внутри семейной жизни. Не надо ничего объяснять близкому человеку, не надо как бы заставлять ничего делать, нужно просто его принять. Если его надо наказать, ну накажите, не общайтесь с ним там или там запретите его где-нибудь, поставьте в угол. Ну допустим, это надо, хорошо, но все равно нужно принять человека таким, как он есть. Тогда наказание пойдет на пользу, потому что он будет видеть, что вы не злитесь на него, вы по-доброму к нему относитесь. Просто так надо. Ну допустим, если вы и полномочны наказывать близкого человека. Когда вы по-доброму относитесь к человеку, вы его приняли, вы можете с ним шутить на тему его неправильного поведения. Вот я вам простые, допустим, примеры буду приводить. Допустим, моя жена не любит, когда она развешивает белье, она очень аккуратно развешивает. Вот такой простой пример. Когда я мимо прохожу, я могу задеть же, я же мужик, могу задеть за эту, как бы, вот это вот, вот это вот, где белье сушится. И все, ну как бы она работала же, чтобы не гладить там, чтобы все по струнке было. Я задел и все перекорежилось. Поэтому она боится, когда я прохожу мимо. Поэтому она вообще не дает мне на расстоянии двух метров ходить от этого места. Такая ситуация сложная, да? Как я решаю эту ситуацию? Я принял, ну жена вот беспокоится, хорошо, я принял. Не стал об этом беспокоиться, но принял как бы. Дальше мне легко уже ее воспитывать. Как я ее воспитывать дальше начал? Я постирал белье, вешаю, она проходит мимо, говорю, ну хорошая, не подходи, я развешиваю белье. Она сразу просто на пол от смеха, просто сразу смеется, потому что смешно же. Я как себя, как она, веду себя, очень по-доброму, без злобы. Она смеется просто. И все. Дальше она понимает, что ее чувства немножко гипертрофированы. Когда в следующий раз я мимо прохожу, она уже спокойно на меня реагирует, потому что я ей показал, как это выглядит. Понимаете, да? Я так воспитываю свою жену. Или, допустим, один раз, она у меня очень любит всем все давать, дарить, очень любит. Но иногда это как бы не состыковывается с моей любовью. Вот, например, не буду даже говорить, что, потому что Восток страшное дело. В общем, мне подарили один вид такой сладости, который я люблю. На день рождения. И я уже как бы посмотрел, сколько кусочков примерно будет. На сколько дней. Моя жена сразу говорит, давай половину отдадим друзьям. Половины кусочков уже нет. Ну, то есть, я говорю, давай отдадим одну четвертую. Она говорит, давай. И разрезает пирог на три части. Ну, то есть, она как одну четвертую режет, но чуть побольше. Получается одна третья. Все, это друзьям. Я говорю, ладно. Потом в этот день она мне кусочек отрезает. После обеда чуть-чуть сладкого ем. Я поел, думаю, о, классно. Завтра еще поем. Вечером приходят подружки. Пару кусочков ушло. Тройку. Потом она мне рассказывает. Я открываю холодильник на следующий день и говорю, а где мой сладкий пирог? Она говорит, ты знаешь, сегодня вот с утра нечего было есть. Мне вообще такой пирог не нравится, но пришлось съесть. Несправедливость у меня в сердце капец просто. Всем кому угодно, только не мне, понимаете. Достался этот с моего дня рождения мой любимый пирог. Но это только начало истории. Я потом, когда все это переварил, в молитве как бы победил судьбу. Моя жена меня не понимает, понимаете. Моя жена, люди понимают. Тысячи людей меня понимают, жена не понимает. Я начал ей в таком обиженном виде таком рассказывать эту историю про этот сладкий пирог. Она каталась по полу просто от смеха. И потом она попросила того же человека спечь нам как бы два таких пирога. Она принесла два пирога и говорит, один отдаем, друзья. Ну то есть история повторилась в один в один, но мне досталось три кусочка. Я был доволен в целом. Потому что она уже поняла, как действовать. Надо два пирога просить, мне кажется, не один. Потому что ей же тоже хочется дарить, есть утром и так далее. Ничего же не меняется. Но пирогов-то стало больше, поэтому и мне хватило. Ну то есть, следующая история. У меня жена постоянно простывает, и эта простуда всегда идет только от одного, что человек недостаточно двигается. То есть простуда означает, копятся ненужные вещества в организме. И женщины, они же очень ленивые по природе. Красиво означает ленивые. То есть тело, когда ленивое, значит красивое. Если бы женщина была напряженная, как бы она была некрасивая, она не расслаблена, такое тело. Значит ленивое. Вот. Но вы же не будете женщины спорить со мной по этому вопросу, нет? Вот. Итак, ну я это осознал. Я потому что жене по-доброму, я принял все. Говорю по-доброму, давай бегай тоже, как я, чтобы не болеть. И она говорит, давай бегай сам. И не болей. И продолжает болеть. Несправедливый, страшный вообще. Я принял все это. Бегаю сам. Когда она болеет, ничего больше не говорю. Проходит какое-то время. Я молюсь за нее. Ничего ей больше не говорю. Наступает такой момент, когда я спокойно отношусь к тому, что она болеет. Со страданием. И она говорит, как мне начать бегать? Я такая ленивая. Мне говорит. Я говорю, да ничего страшного, говорю. Начнешь со временем. Единственный способ для женщины начать бегать, это чтобы какая-то подружка захотела. Тогда вам вместе будет легче. Потому что когда муж просит, это насилие, а подружка просит, давай побегаем вместе. Никого насилия нет. И так она начала потихоньку бегать. Потому что я принял ее. Понимаете? То есть я вам рассказываю, как менять близкого человека, как воспитывать его. Ты прими сначала человека, потом спокойно относись, и потом через твою доброту твоя сила перейдет к нему. Вот так можно поменять близкого человека. Если твой близкий человек изменяет, прими сначала это, прости, молись за него. И когда ты его примешь таким, какой он есть, твоя сила перейдет к нему, твое знание целомудрие перейдет к нему, и он перестанет делать глупость. Но сначала ты должна пройти этот путь. Этот путь проходит через чувство собственного достоинства. Потому что чувство собственного достоинства должно принять несправедливость. Принять несправедливость не означает унизиться перед несправедливостью. Человек должен знать, что он любит, что он не любит в своем сердце. Потому что если ты согласился с несправедливостью, значит ты потерял себя. Это то же самое. Понимаете? Но если ты принимаешь человека вместе с его глупостью, это не значит, что ты с этим согласен. Попытайтесь это понять. Твоя философская позиция не меняется. Ты остаешься на прежнем понимании вещей, просто ты понимаешь, что не так быстро все меняется в человеке. Что надо сначала его принять таким, какой он есть, и потом постепенно, постепенно он станет другим. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.